Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь приветствуем вас на программе радио-телецентра «Голос надежды» «Библейский час». Продолжение разговора на тему молитвы Господней, Отче наш. У нас в гостях нашей студии священнослужитель, пастор церкви Фахторович Владимир Иосифович. Здравствуйте! Я хочу вновь попросить вас прочитать слова этой молитвы из Священного Писания. Когда мы проводим встречи на основании этой молитвы, размышляем над этой молитвой, то всегда самым лучшим вступлением, как и раньше у нас было, это чтение этой молитвы. Пусть звучит это слово. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидит царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки». Сегодня мы продолжаем разговор на тему второй части этой молитвы. Как мы уже раньше упоминали с вами, эта молитва разделена на две части. Первая часть, первые стихи касаются взаимоотношения человека с Богом непосредственно, а вторая часть касается наших человеческих нужд и потребностей. В прошлых передачах мы уже подробно разобрали стих «Хлеб наш насущный», дай нам на сей день. И сегодня мы отправимся дальше с нашими телезрителями и поговорим на тему стиха 12, который, кстати, очень злободневен сегодня, особенно в нашей жизни, да, наверное, и всегда это была особая нужда человека, потому что речь пойдет о том, в чем мы все так нуждаемся, и что так трудно нам дается. Речь пойдет о прощении. Я прочитаю этот 12 стих еще раз, и потом предоставлю вам слово, Владимир Владимирович. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вот первый вопрос, Владимир Владимирович, обращение к Богу «прости нам». Что скрывает за собой это слово «прости нам»? Потому что мы читаем, с одной стороны, в Библии «Бог есть любовь». Его природа – это выражение любви. Но ведь когда человек любит, то вообще, наверное, может и не стоять вопрос о прощении, потому что он и не осуждает, потому что он любит. Вот как здесь совместить одно с другим? Ведь любящий Бог не нуждается в том, чтобы его просили о прощении, потому что он вроде как и не осуждает нас. Но здесь Христос говорит «прости нам долги наши». Зачем? Вы знаете, это очень интересный вопрос, потому что вопрос прощения, он не ясен до тех пор, пока не ясен вопрос вины. А когда мы говорим о том, что виноваты или не виноваты, тогда возникает и другое искушение, о котором вы сказали, что если даже я виноват, если я даже грешник, виноват, то Бог любит меня, Он прощает меня. И чисто внешне это действительно так, Бог любит и Бог прощает. И Бог хочет, чтобы мы были спасены. И Он желает нас простить. Так в чем же проблема? Зачем нужно просить о прощении, если Он любит нас и прощает? Ну да, в этом как раз и вопрос. Да, в этом как раз и вопрос. Так дело в том, что прощение, прощение, которое дарует Господь, оно проистекает не столько с Его стороны, сколько с нашей. Мы, прося Его о прощении, протягиваем к Нему руки. Когда мы протягиваем к Нему руки с просьбой о прощении, то мы даем Ему право ответить протянутой рукой. Проблема всегда заключается в том, она гораздо глубже, чем проблема внешняя. Проблема – это борьба между добром и злом, взаимоотношения между Христом и сатаной. Проблема заключается в том, что мы, к сожалению, находимся на территории князя мира сего, которому когда-то пресекнули наши прародители. И мы, собственно, как люди грешные, продолжаем давать основания для Его права на нас. И мы обращаемся к Господу и говорим «прости». То есть мы обращаемся к Господу и просим Его о том, чтобы Он нас простил. Что это значит? Мы готовы принять прощение из Его рук. Мы готовы быть Его. Мы готовы стать под Его власть. Мы готовы стать под Его знамя. Мы готовы стать гражданами Его Отечества. Поэтому, когда мы просим Его о прощении, тогда мы как бы делаем публичное заявление перед всем мирозданием. Мы Его граждане. Мы нарушили Его законы. Мы нарушили законы Небесного Отечества. И нам не хочется жить вне этого Отечества. Нам хочется получить возможность вернуться домой. Итак, прости нам долги наши. Даруй нам возможность вернуться домой. Даруй нам возможность называться твоими детьми. Даруй нам возможность стать под лучи твоей праведности и любви. Это не ограничение действия Божьей любви. Это право действия Божьей любви. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы просим прощения, каждый раз просим прощения, то мы говорим о том, что даем права Господу. Есть очень интересное место. Я вот сейчас, собственно говоря, в этой программе не думал об этом говорить, но раз вы задали этот вопрос, то Господу когда-то задали вопрос ученики. Вот там упала башня Силаамская, вот там Понтий Пилат провел там кровавую такую операцию и убил и священников, и жертв, и кровь смешал. Или кто согрешил, он или родители его, что он родился слепорожденный. Да, и здесь такой вопрос, который задают часто люди наши. Кстати, здесь вот лейтмотив вины, то есть люди виноваты. Да, да. И они по вине своей и заслуженно получили. И очень часто отношение к Богу в нашем мире, в нашем обществе, это отношение к наказующему персту. И поэтому всегда рассматривать вся проблема, которая совершается вокруг нас и в нашей жизни, и болезни, и страдания, это наказание Божье. В связи с этим надо умолить Бога какими-то добрыми делами, по стекотизмам, пожертвованиями, чтобы заработать. Заработать, вот вы говорите, умолить, это как раз из-за такого глубокого язычества. Нужно привести какую-то жертву, умолить своего языческого Бога и получить прощение. То есть человек по своей природе, это природа человеческая, желает купить, желает оплатить, желает заслужить. А Бог спасает по благодати. И поэтому возникает какой-то конфликт понятий. Благодать – это даром. Благодать – это ни за что. Благодать – это потому, что Он любит. И здесь задается вопрос, естественный вопрос, то, что мы обсуждаем. А кто виноват? Он, они, родители, кто-то же виноват? Господь отвечает очень странно. Он говорит, не это проблема. Он говорит, что совсем не это проблема, кто виноват. Проблема, что если не покаетесь, так же погибнете. Вы знаете, когда исследуешь Писание, особенно когда исследует Писание человек, который, ну, еще мало вошел в взаимоотношения с Господом, он недоумевает. Я часто слышал вопросы от начинающих, приходящих, впервые приходящих к Богу, людей. Они говорят, как-то вот Иисусу задает вопрос один, он отвечает на другой вопрос. Он его спрашивает об одном, он отвечает о другом. Но дело в том, что Господь отвечает не на вопрос, а на проблему. Как в случае с Никодимом, например. Когда Никодим спросил об одном, а Иисус совсем про другое, казалось бы. Ведь когда разговариваем мы со Христом, мы разговариваем с Богом человеком, мы разговариваем с существом высшего порядка. И когда мы задаем вопрос, как вот вы вспомнили Никодима, он сразу видит сердце наше. Он видит мотивы. Откуда растекает такой вопрос? Почему такой вопрос звучит? И он отвечает, нет, не эта причина. Забудьте об этом. Если не покаетесь, так же погибнете. Что значит покаяние? Покаяние – это ублажение Бога? Покаяние – это жертва Бога? Нет. Покаяние – это право Богу. И вот здесь открывается вот эта картина вот этой великой борьбы. Человек живет по две стороны от Иордана, условного Иордана. Да? Есть земля за Иорданом, Божья земля, земля до Иордана, земля лукавого. Он живет на одной какой-то территории. Покаяние – это переход через Иордан в землю обетованную. Что это значит? На земле обетованной человек не сторонится сразу лучше. Да, мы пришли к Господу, да, мы заключили завет с Господа. Не значит, что мы не согрешаем, но мы Его. Итак, покаяние – это то право, которое дает человек Богу на его спасение, на его исцеление, на его излечение, изменили характер. Господь говорит, в центре его ответа не погибнете, а также погибнете. Также, то есть, не будете в моих руках. Ваше страдание, ваша боль, ваши различные унижения – это не подконтрольно мне, это не моя территория. Поэтому вот сейчас мы касаемся этой проблемы и говорим о том, что прощение надо просить. Это как раз проистекает из той же именно ситуации. Просить для того, чтобы дать право. Просить для того, чтобы развязать Богу руки. Просить для того, чтобы он мог предъявить на нас права и помочь нам. Это то же самое, что человек, пришедший к врачу, должен согласиться с этим врачом. Он должен дать возможность врачу лечить. И доверять ему. И доверять ему. Конечно, и доверять, потому что иначе. Ну что ж, прекрасный ответ, но вот я позволю себе небольшое дополнение. Очень хорошо, да. Потому что, действительно, Писание настолько многогранно. И вот наши телезрители тоже это могут почувствовать и узнать, если вы будете часто раскрывать Библию. И идти за какой-то мыслью, которая во многих местах может иметь в Священном Писании свое подтверждение. И вот, наверное, один из таких примеров сейчас, как пока мы с вами обсуждали вот этот момент, когда мы даем Богу право действовать, то многие люди сегодня наверняка задаются вопросом, почему Бог не вмешивается в мою жизнь? Я так нуждаюсь в этом. Но, действительно, даем ли мы право Богу вмешиваться? И я хочу прочитать один текст, который раскрывает больше вот эту истину, что Бог ждет. Он ждет нашего собственного решения для того, чтобы мы действительно открыли широко дверь своего сердца, чтобы мы перешли вот эту очень красивую аллегорию «Духовный Иордан» и вошли в землю обетованную. Это книга «Откровения», 3 глава, стих 20. «Господь говорит, все стою у двери и стучу, и если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к тому, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Вот здесь очень интересный момент, мне кажется. Открытая дверь. Открытая дверь, но часто изображают эту дверь. Кстати, это очень красивая иллюстрация, которую любят художники. Христос стоит у двери дома и стучит в эту дверь. Так вот, интересно, что я на одной картинке, изображавшей эту библейскую сцену, увидел дверь, достаточно пошарпанная белая дверь. Видно, что дом небогатый, обычных людей, но снаружи в этой двери нету ручки. Он стучит в голую дверь, потому что художник, наверное, хотел передать вот эту самую мысль. Эта дверь открывается самими хозяевами изнутри. И когда мы говорим сегодня о прощении, то, наверное, мы можем сделать такое небольшое обобщение, как комментарий на этот текст. «Зачем нам просить у Бога прощения? Ведь Он любящий, Он всезнающий, и Он многомилующий, человеколюбивый, но это нужно прежде всего нам, потому что Он ждет, когда мы позволим Ему действовать в нашей жизни». Смотрите, какая глубина раскрывается через эти короткие тексты молитвы Господней. Но там ведь еще очень многое, что мы еще сегодня не упомянули. Да, вот сейчас вы сказали о глубине. И вот еще раз возвращаюсь к этому вопросу. Ведь здесь собрались те наши зрители, и мы говорим, наверное, большинству к тем, кто очень хочет познать Бога, кто ищет Господа. И, наверное, собравшиеся здесь у экранов, это те, которым плохо без Бога. А может быть, которые уже вкусили прелесть общения с Господом. Так вот, Священное Писание — это книга Бога о самом себе. Это книга, которая исследуется и, конечно, по текстам, исследуется по главам. Есть кто-то по определенным планам читает Библию, кто-то читает Библию с условием за год прочитать ее, кто-то читает ее медленнее, кто-то еще быстрее, кто-то говорит о том, что я же много раз прочитал Библию за год. Но самое главное исследование Библии — это исследование вглубь. Действительно, речь идет о том, как Сергей Анатольевич сказал, о глубине. Потому что глубина Священного Писания, глубина истины — это беспредельное направление, в котором можно проникать и проникать все глубже и глубже, и все больше и больше познавать Господа. Хорошо, что мы начали сегодня исследование нового стиха из Священного Писания, вот так вот глобально, подходя к проблеме и посмотрев... Я благодарен Сергею Анатольевичу за это, что мы посмотрели на то, что мы порой ставим серьезные препятствия перед Господом, когда обязываем и требуем Его что-то сделать в нашей жизни и в то же время не даем сделать. Это как капризный ребенок, который просит о том, чтобы ему дали какое-то яблоко со стола, он кричит, мама подает ему яблоко, он его отшвыривает. Да, он добившись своего, он не принимает этого. И вы знаете, я сейчас вспомнил, как совершал крещение Иоанн Креститель. И когда шли креститься, много из народа шло креститься, он поступил, ну, может быть, необычно, сейчас так, наверное, не поступает, он остановил тех, кто шел креститься, и сказал, сотворите достойные плоды покаяния. И вот в его размышлениях, то, что он говорит, он был достаточно жесткий, прямой человек, и он сказал о том, сделайте дорогу Богу прямой. Устраните ямы, там, выебайны, засыпьте их, вот всякие там уступы, холмы срежьте. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что Господь идет навстречу нашей молитве. Он идет навстречу нашей проблеме. Но нужно дорогу ему дать. Войдя в наш дом, он сможет сделать дом иным. Он сможет сделать его светлым и чистым. Он сможет сделать его добрым и счастливым. Он много может сделать, потому что даяние его всегда добрые. Но ему нужно войти в этот дом. Ему нужна подготовленная дорога. Поэтому именно с этого мы начали рассуждение об этом очень интересном стихе, что прощение, прощение, мы должны просить у Бога. Не выпрашивать, а просить, давая ему права. Потому что все, что мы просим у Бога, мы получаем для нас, для своего блага. По идее, может быть, это жестко звучит, от нашего отношения с Богом, от нашей веры, от нашего доверия и так далее, его судьба не зависит. Он вечен, он неизменен. Более того, он знает нашу судьбу наперед. Он знает судьбу. 138-й Псалом говорит, что перед тобой были все дни мои, хотя еще ни одного из них не было. В момент зачатия, да. Поэтому для него наша жизнь уже является и началом, и концом. Поэтому все, что мы можем сделать, в принципе, все, что мы можем сделать, это дать возможность ему делать нас. Поэтому, когда мы говорим о прощении, этот стих необычный. Я сразу скажу, что этот стих в самой молитве «Отче наш», он необычен. Сейчас скажу, почему. Он отличается от всех других стихов. Отличается тем, что когда заканчивается молитва словом «Аминь», Господь повторяет. Повторяет немножко, ну, и другой интерпретацией, но почти практически так же этот же стих. Усиливая его значение. Усиливая и показывает. Для чего он это делает? Чтобы показать, насколько важно. Вы знаете, когда хороший проповедник или лектор, как назвать, или человек, который, психолог, который умеет донести правильно именно конкретную идею, он обычно, проговаривая какой-то текст, потом выделяет главную мысль, идею. И как ни странно, может нам показаться столько здесь чудесных мыслей, но именно эту мысль о прощении он выделяет. И Сергей Анатольевич с этого начал. Это вот как раз стих 14, сразу за 13-м. Вот он с этого начал, сейчас я прочитаю этот стих, начал с того, что прощение – это одна из основных проблем нашего сегодняшнего общества. Я, знаете, иногда думаю, когда читаю о прощении, думаю о том, что если бы сегодня все научились прощать, как бы изменилась наша жизнь? Она изменилась бы и в семьях, и между родителями и детьми. Она изменилась бы и на производстве, на работе, в транспорте. Она изменилась бы на улице, она изменилась бы в стране, в городе, в деревне и во всем мире. Она изменилась в одночасье. И вот так что повторяет Господь после этой молитвы? 14 и 15 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш не простит вам согрешение ваших». И очень хорошо, что мы так выделили проблему прощения. Да, мы обращаемся к Господу. «Прости нам долги наши». Евангелий Матфей очень интересно записал этот стих. «Прости нам долги наши». Мы все должники перед Господом. Мы все должники перед Господом, даже если иногда нам кажется, что мы живем очень правильно, если мы правильно воспитываем детей. И иногда можно говорить, а я не грешу. И, собственно говоря, у меня все хорошо, в порядке. Муж, жена, друг друга не изменяют, не обманывают. И не в чем кается. Не в чем кается. Не убийца. А Господь говорит о том, что придет Дух Святой и обличит во грехе. А грех он называет неверие. И совсем он как бы выбивает почву из-под ног тех, кто ищет поступок. Он говорит неверие. Грех неверие. Грех – это не наказание, это проблема. Грех – это проблема жить или не жить. Потому что грех разрывает отношения с Господом. Опять же, такая медицинская тема, когда человек лежит и подключен какому-то аппарату, искусственное дыхание, то если отсоединить эти трубки от человека, то человек погибает. Не потому, что аппарат обижается на него, не потому, что он его наказывает, а потому, что нет возможности подать кислород, нет возможности подать воздух, нет возможности подать жизнеобеспечивающую какую-то субстанцию. Поэтому грех – это разрыв отношений с Богом, который не дает возможность Богу даровать нам жизнь. Итак, дай нам, да? То есть мы просим о том, чтобы прощение было подарено нам, прощение долгов наших. А должники мы? Мы должники. И знаете, ответ на этот вопрос каждый из нас находит, когда смотрят на Голговский крест, когда видят распятого спасителя, когда видят цену спасения. Вы знаете, я часто читаю о том, как Иисус вошел в Гефсиманский сад. Я читаю о том, что Он начал скорбеть и тосковать. Я представляю так, как Он встал на колени и положил голову на камень. Я представляю, как Ему было тяжко, немыслимо, тяжко, что Он попросил у Своих учеников с Ним час побыть. Это все цена спасения. И когда лопали сосуды, и кровь смешивалась потом, и когда Его вели к кресту, и когда и вбивали гвозди, это цена нашего спасения. Мы должники перед Ним. Потому что Он подарил право вернуться, и подарил право прощения. Поэтому, когда мы просим о прощении долгов наших, мы всегда видим Его глаза. Я думаю, что прощение долгов наших это то, что дает нам возможность вернуться к Господу. И прощение долгов наших это то, что дает возможность побывать в Его объятиях. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И здесь очень важно понять, почему Господь как бы сделал акцент более развернутый, что прощение наше зависит от умения прощать. Зачем это нужно было Господу? Вот я, знаете, как хотел бы адресовать этот вопрос Сергею Анатольевичу. Почему Господь говорит о том, просите как бы о прощении, но ищите как бы в этот момент не мои благосклонности, а благосклонности тех людей, которых вы обидели, или которые обидели вас, которых вы не можете простить. Почему Он разворачивает наши глаза в сторону человека? Я полагаю, что здесь ответ может быть найден в той реакции, которая следует на непрощение. Ведь когда человек испытывает злобу ближнему, ненависть, желание отомстить, желание, чтобы ближнему твоему было худо, то, как ни странно, казалось бы, мы выплескиваем эти негативные эмоции, и должно приходить освобождение. Да, как бы облегчение, да? Но парадокс-то ситуации в том, что оно возвращается к нам. Если не будет разрядки, говорят, если я не разряжусь, то это будет мне хуже только. Да, но парадокс мне представляется в том, что мы, желая облегчить свое внутреннее такое гневное состояние, делаем его еще хуже. Кстати, я часто наблюдал в жизни, что те люди, на которых мы обижаемся, изливаем свой гнев, они даже и не замечают этого. Им от этого, ну, будем говорить, не жарко, не холодно, а внутри у нас все кипит и горит. И медики, кстати, Коля, мы сегодня несколько раз эту тему вспоминаем, они констатируют такой факт, что наши эмоции потом напрямую, отрицательные эмоции, влияют на наше физическое состояние. Один хороший доктор мне сказал, есть хорошие, настоящие есть врачи, есть люди, которые только идут к этому, скажем. Так вот, настоящий доктор сказал так, что мы переживаем, говорит, кто селезенкой, кто поджелудочной, кто головными болями, потому что все наши эмоции и переживания, они тут же отражаются на нашем физическом состоянии. И вот, наверное, ответом на этот вопрос, который вы задали, зачем Господь помещает слова о прощении, чтобы мы его просили о прощении, это прежде всего нужно нам. Это нужно нам для того, чтобы мы исцелились от собственных ядов, которые в нас бурлят, но исцеление только в море. Часто Господь говорит, чтобы хорошо вам было на земле, чтобы хорошо вам было. А вот теперь я, позвольте, задам встречный вопрос, Владимир Владимирович. Я по себе знаю, как тяжело прощать порой. Честно. Но я с легкостью в этом признаюсь и нашим зрителям, потому что я полностью уверен, что я не одинок в этом. Трудно. И вот вопрос, чего здесь больше, человеческого или божественного? Как научиться прощать легче? Потому что сейчас это делать порой трудно и тяжело. Тем более, когда у нас есть все основания для непрощения. Потому что нас обижают порой несправедливо, очень много насилия, очень много несправедливости и острых взаимоотношений между людьми. И часто мы страдаем совершенно невинно. Но Христос говорит о прощении безусловном. Наверное, мы об этом еще позже можем поговорить. Но вот вопрос, чего больше? Вот в том механизме прощения, который нам так необходим для нашего освобождения, чтобы это не губило нас. Может быть, мы делаем ошибку, когда мы на человеческое ставим больше? И может быть, Бог желает что-то открыть для нас? Проблема, конечно, проблема то, что неумение прощать, это нежелание прощать, если более точно сказать, отношение к самому себе. Потому что человек по своей природе, по природе, которую он унаследовал уже после грехопадения, его любовь эгоцентрична. Она направлена внутрь себя. Если мы говорим о природе, которая была у него до грехопадения, это вектор любви направлен был вне. Ну, как у Господа. Господь направляет любовь на окружающих, поэтому нам очень непонятно, как Он может любить всех. Мы можем любить тех, кто любит нас. Мы можем любить тех, кто находится в нашей семье, круг нашего общения, это наши дети, родные, близкие. Мы можем любить тех, от кого мы зависимы. Это уже специфическая любовь, да. Но любить тех, которые нам не нужны, или любить тех, которые не любят нас, это проблема. Это проблема, и вы знаете, этот вопрос очень хороший, потому что, чтобы на этот ответ, на этот вопрос о природе нежелания прощать, нам нужно с вами как-то еще более глубоко заглянуть в этот стих. Я думаю, что в следующей нашей встрече мы обязательно это сделаем. Ну что ж, хорошо. Дорогие друзья, на этом мы не заканчиваем разговор на эту такую важную, и мы надеемся, интересную тему о прощении. Здесь есть много секретов, но для Господа чрезвычайно радостно, я в этом уверен, раскрывать нам свои секреты, которые Он для нас приготовил в Слове Своем. Оставайтесь с нами, и мы вас приглашаем на следующую программу библейского часа, где мы будем продолжать разговор о молитве Господней и конкретно о теме прощения. Всего вам доброго, и пусть Бог обильно благословит вас!